В столице Филиппин Манили в результате нападения на казино в одном из отелей погибли 36 человек, около 50 пострадали. По данным местных СМИ, почти все погибшие задохнулись дымом от пожара, который начался в комплексе после атаки. По данным полиции, нападавший был один. По одной из версий, он был ликвидирован силами правопорядка, по другой покончил с собой. В полиции говорят, что причиной нападения могла быть попытка ограбления. В настоящее время известно, что накануне поздно вечера мужчина открыл стрельбу из винтовки на территории казино и поджег игровые столы. Группировка ИГИЛ заявила о своей причастности к атаке, но в полиции говорят, что это, скорее всего, пропагандистское заявление. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году. По мнению американского лидера, это соглашение направлено не на защиту климата, а на получение выгоды другими странами за счет Соединенных Штатов. По его словам, США планируют начать новые переговоры о повторном присоединении к договору либо новому похожему соглашению, лишь на выгодной для страны условиях. В качестве премьера он привел Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать. Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял, что считает глобальное потепление надуманной теорией и обещал отказаться от Парижского климатического соглашения. Тем временем, бывший президент США Барак Обама заявил, что таким образом страна отвергает будущее и призвал бизнес и жителей самостоятельно защитить планету для будущих поколений. В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил сожаление по поводу решения администрации президента США и заявил о приверженности его страны условиям соглашения. Отказались от пересмотра договора и ведущие страны ЕС. Так, Берлин, Париж и Рим выпустили совместное заявление, в котором говорится, что договор имеет критически важное значение для общества, планеты и экономики. Напомним, документ предусматривает, что подписавшие его 194 страны сократят выбросы углекислого газа в атмосферу. Также он предполагает выделение до 2020 года развивающимся странам 100 миллиардов долларов на решение проблем экологии. Генерал-губернатор Канады подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. После вступления договора в силу, украинские экспортеры и импортеры получат упрощенный доступ к канадскому рынку. Кроме того, Оттава поможет нашей стране достижение необходимых параметров для торгово-экономического сотрудничества в рамках зоны свободной торговли. По словам президента Украины Петра Порошенко, это решение, как и ратификация Сената Миндерландов соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, являются свидетельством результативности, проводимой в Украине реформ. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году. По мнению американского лидера, это соглашение направлено не на защиту климата, а на получение выгоды другими странами за счет Соединенных Штатов. По его словам, США планируют начать новые переговоры о повторном присоединении к договору, либо новому похожему соглашению, лишь на выгодных для страны условиях. В качестве премьера он привел Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать. Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял, что считает глобальное потепление надуманной теорией и обещал отказаться от Парижского климатического соглашения. Тем временем, бывший президент США Барак Обама заявил, что таким образом страна отвергает будущее и призвал бизнес и жителей самостоятельно защитить планету для будущих поколений. В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил сожаление по поводу решения администрации президента США и заявил о приверженности его страны условиям соглашения. Отказались от пересмотра договора и ведущие страны ЕС. Так, Берлин, Париж и Рим выпустили совместное заявление, в котором говорится, что договор имеет критически важное значение для общества, планеты и экономики. Напомним, документ предусматривает, что подписавшие его 194 страны сократят выбросы углекислого газа в атмосферу. Также он предполагает выделение до 2020 года развивающимся странам 100 миллиардов долларов на решение проблем экологии.